Я очень рад быть сегодня здесь с вами. Я первый раз в Румынии. Я первый раз в этой стране, в этой земле. У вас хорошая земля. У вас хорошие люди. Пусть Бога сильно благословит вас. Меня зовут Виталий. Я пастор из Украины. Я пастор из Украины, в стране региона Валент. Город Топуцкаянска. Это описано на территории. У нас есть город Топуцкаянска, что это называется город Окупат по-русски. Меня зовут Возвратник Давид. Мы сегодня будем святы и мы будем благодарен вас. Сегодня мы со всеми граждане. и я вам спасибо, что вы, во-великой Божий Божий Божий, вы скажите, о огромном мире Доктору, прежде всего мне хащи нас будут благодарить вас. Возвращение, я хочу вам благодарить вас, что Бог благословит вас, и что вам будет благодарить вас за ваши открыты сердца, за ваши усилия, за вашу усилию, за вашу sincerу, за вашу верность, Вашу финансовую помощь в Валентарной. Ваши финансовую помощь в Валентарной. В 44 фуры, 44 детей, они прошли с Румынии до блага народа. Делаем, а вот репутин Украины, где Румыния, украина покажет нас около 6 бусов. Шаси микробусы, они сейчас ездят и воспомнают много наших христианеров. Шаси микробусы, которые имплопят в кольцо, даты дуу Валентарь, которые из них мизионар, и се обрабатывают в кольцо. Учьи расподобие на подросту мифас. И как Бог был, что вы велиграете, что я выпил в Кольцо. Наше сердце они полны благодарность. Инима мостра и предназначение Богу Ивану, дам вам еще благо! Большое спасибо! Большое спасибо! Я хочу немножко сказать о той ситуации, которую я сейчас дам в Господе. Прямо мне с вас спрашиваю о ситуации, как в обзоре, но прежде я немножко скажу о себе, в 2014 году до войны, когда я с начала разбой, Бог призвал меня на пасторское служение в городе Кучаевске. Когда я взял в Акимату Наражевске как пастор, там было несколько людей, и они просили нашего епископа, пришли, пожалуйста, на пастор. В то время на Украине ничего не предвещало войну. Мы начали служить Богу, наповедывать Евангелие. Нам было не просто, и люди, они не особо слушали нас. Но, пусть, что человек не искусствовал, но Бог, он благословлял. И у Господа был определенный план. В 2014 году у нас началась война. Энтокий Пайс придержался под разбой, и на тот момент уже была небольшая цепь у нас. Дело в том, что наш, так сложилось, что наш город Кучаевске. А сейчас он забрал Куракшу, а сейчас там не равной. Он находится на самой линии фронта, на передовой. И местами расстояние между противоборствующими сторонами, оно 500 метров, километров. И на пустанта, так же, между двух сторон, культурами и культурами, культурами и культурами, культурами, и на 500 метров, и на 500 метров, и в конце концов, это не означает о двух стороне. Поэтому мы, по-моему, мы все же не устроимся, и тут еще не очень. Поэтому мы слышим очень хорошо что значит возбор. Возбор мы домаши. Касы destruлся, рамы попадания в город, рахеты, которые сборе в городе, мины, снариады, тяжелы архиве, мины и все-таки проектили, которые сборе в городе. Война пола в смыслей трансформы. Разбои, депринал кувыенту, разбои. И вы видите, что ты на самом деле очень активно вирус боевые есть. И в 2014, очень активно, разбои уже началось. И в моем сердце было некоторое беспокойство. За тех людей, которые Бог дал мне. По кругу царилась мир, и много людей не просто погибали, они были ранены. И я беспокоился о людях, которые были в моей красности. И я уже трои и подумал, что делать с людьми, которые были в стране. Братяя пастора, которые находились на территории Украины. Пастори, фрацы, которые были в территории Украины. Они были в тылу, и они предлагали нам. Они говорили, Виталий, приезжай к нам. Живи у нас. Забирай всю цепь. И я не понял, что после того, как мы находимся в территории Украины, мы должны быть в территории Украины. У нас безопасно, у нас хорошо. Мы найдем, что есть, где жить. И все будет хорошо. И все будет хорошо. Знаете, я как-то вечером я собрал церковь. И я озвучил это предложение. И я сказал, что мы пришли время уехать. И мы предложили, что мы уехали. Мы пригласили, там безопасно, спокойно, там есть что-то уже. Мы будем в безопасности, наши дети будут в безопасности. Знаете, но люди, они один за один начали подниматься. И они говорили, Пастор, мы никуда не поедем. Это то место, где Господь хочет нас видеть и использовать. И если не мы, церковь, то кто поможет этим людям, которым у нас? Мы не будем в безопасности. Мы не будем в безопасности. Ни один человек не изъявил желание дышать. Ни человек, в церковь, не встал желание, не встал, чтобы дать Богу, чтобы рассказать нашу. Я понял, что Бог, Он что-то предупреждал для нас. И я получил Господь в церковь, Бог проговорил мне с ними как правильный. И я сказал, что это было предупреждение, это было 3-я глава, 10-й стих. Господь сказал, «И как ты сохранил слово терпения моего, а то и я сохранил тебя от единого искушения, которое придет в нашу Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гляну скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не похитил Бога моего». Дорогие друзья, что вы предупреждаете? «Вин, кэ ай позит, кува дурабели, верят его позище, ел, для часов на черкаре, карелеса вина, касси дотолу, для снируга антрага, кассанчерча, для логовиторий павотовый». «Ел, кэн куры, пастря за чай, ханимет сануць, якутон, аминь». «Бог сказал, что он сохранит». «Я сделал список не вопасть в стране». «Отгадим нескушение, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». «Не вопасть в земле». «Я не знал, что нас ожидает». «Я видел только войну». «Вокруг была смерть, и не было ничего хорошего». «Я не знал, что Бог желает видеть нас там». «И он пообещал сохранить». «Я сказал об этом слове церкви». «Я взрослый, и мы ободрились, и начали служить нашему Господу». «А на чекутся служил добрый нашему». «Мы не могли там проповедовать, вот, знаете, вот как бы открыто просто». «Но нам придут претекать ваша эскиз, симпл». «Но мы могли приходить к людям, которые берли разрушение, и помогать им восстанавливать крыши дома». «Но нам придут, для вами, и с претеком уфа, далеко на чекутаре пора, как они решили, что так». «Мы могли их истеклить стекла». «Ам пусть стекли нахеречь». «Мы могли заботиться о пошлых людях». «Ам, я могли решить, если мы у вами, мы могли быть истекли». «Заботиться о детях». «Быстрю копии нам ожидать». «Бог учил нас плакать сплачущих». «Название моего отца цеплян, все плытья в коучище плынь». «Слава Иисусу». «Слава Дома, да». «Мы занимались подпишем людям, которые имели нужду». «Мы не привлекать к ажитору, а честь, от банки и кариабляния, у него нет ажиторы. «Продукты питания». «Продукты алиментария». «Обежливый». «В элементарных вещей». Но знаете, основная цель, которую мы преследовали, это не просто делать хорошие и добрые дела. Много людей в этом мире делают добрые дела. Но они не знают Господа. Наша основная цель была проповедовать людям Евангелие. Говорить людям о Христе. О Его великой любви и милости. И знаете, Бог благословлял нас. И Бог хранил нас по Слову Своему. Очень много опасностей они подстерегали и подстерегают нас каждый день. Очень много опасностей. И они подстерегали нас заходи. И у нас есть от нас семья в цель, что у нас есть у нас в цель, что у нас есть у нас в бисериках. И они просто заветят, и у них нет, и у них нет. Три мини не попали прямо в дом. Три мини начали указуто на кассу. И три мини попали в дом и уничтожили машину. Но они остались живы. Бог сохранил. Потому что Господь сказал, так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя. Бог верный своему слову. Бог не человек, чтобы им лугать. Он неизменный. Он не сказал и не исполнить. Одна сестра нашла. Это была зима. Она шла по городу. И она просто подскользнулась на льду. И она начала падать. И в этот момент над головой она улучшила сильный свист. И снаряд он просто пролетел над ней и он ударил в дом, который стоял рядом, метров пятьдесят. Его и проспальзил стомлой. И он возгласил в дом в дом, но для того, что он была в дом. Он был сюда. Она стала жива. Он был в милле. Знаете почему? Потому что Бог сказал. Потому что Бог сказал зарирует глянды и сощилий. Мы будем упalamеть соине. Слава лу! Пери непростое времена. Запасыватели очень сложные. И сейчас они непростое времена. И теперь все очень детекаты. Мы живем в линейной фронт. Мы живем пану заводиаз на длине дефонт. Очень часто к нам в окнах дама попадают пули. И очень дес, мы встречаем с гулантами которые сборят в ферансе. И как-то вагин из ючеров, молодая семья, они были дома. И, в целом, у нас есть семья, и сына и сестры ему четыре года, как он выбирался. И в этот момент просто лопнуло стекло и залетела пуля, она просто упала, она попала рядом и не задела его. Это было десять-пятнадцать сантиметров от него. Бог сохранил. Слава Иисусу Христу! Был момент в моей жизни, когда я приехал в один населенный пункт. Я был в момент, когда я приехал в один населенный пункт. Это было небольшое село. Это было небольшое село. И люди с оружием, они увидели новую машину в этом селе. И они остановили меня. И, мама говорит, они арестовали меня. Положили меня лицом в лужу. Положили меня лицом в лужу. Положили меня лицом в лужу. И потом с вытянутыми руками провели меня через все село и кинули в какую-то темную комнату. Забрали автомобиль. Забрали машину. Забрали деньги. Забрали технику. И знаете, в течение дня меня выводили. И люди приходили, смотрели меня. Пытаясь узнать во мне какого-то человека. Матребау, в чей село. Они выводили меня во двор. Москва, там во фармограда. Они спрашивали меня, где ли тот, которого мы ищем. Я говорю, нет, это не я. Ну, ну, садача. Я позже узнал, что они искали одного пастора. И по милости Божьей Господь, он захоронил меня. Они не узнали, что я вас причал. Я не знаю, что же было, если бы они узнали. Но одно я знаю точно. Что Бог vezes верит своему услугам. Отношения властей там, на той стороне, на л Polize, Городие украинские. Легатура, от омени, а не вредная. Очень невероятная. Мы не закона. Мы собираем собраны группами. Неофициально. Мы проводим собраны. Власти не вредная. И есть несколько причин. Одна из них это артодоксальная церковь, Московская Патриархата. Их девиза уничтожает церковь. У нас стоял батальон русской православной армии. У нас стоял батальон русской армии, армата бисеричи ортодокса. Бисерика ортодокса, русская армия, армата в Украина, в территории Украины. Это были вооружённые люди, которые думают, что они делают дело Божие. И в Украине, в Украине, в Украине, в Украине, в Украине. Но несмотря на то, что мы продолжали служить Богу и людям. Некогда со мной служил добрышую армию. Мы делали добрые дела. Мы проповедовали людям Евангелие. Мы молили за людей. И Бог явным образом творит чудеса и знамения. И Господь, в том числе, в том числе, в том числе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! На сегодняшний день, друзья, я хочу сказать, что обстановка следующая. Время продолжает. Война продолжает. Разбой продолжает. И власти Украины, они ничего об этом не говорят. Они не заинтересованы афишировать конфликт. Потому что всем становится понятно, что они никак не могут повлиять что-то сделать. И мне хочется говорить о своем бессилии. И я хочу сказать, что из первой бессилии нет. Но, на сегодняшний день так же само гибнут люди. Но, в теме, воинство у них нет. На сегодняшний день так же само разрушаются дома. И в теме, воинство у них нет. На сегодняшний день так же, горя смерть случится в дома людей. Действие, мертвы. Ненаваличие и мертвы. Их селы у них нет. Буквально в то воскресенье, когда я выезжал, уже в поездку сюда в Универ. В Доминике от Ракуты я попал просто под обстрел. Я очень быстро собирался и некоторые вещи просто забыл. Я очень быстро забыл, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Поэтому война, она идет, она есть. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Знаете, но благодарение Богу. Мурцемер и Феатрису на землю. Я читаю Божье Слово. Я очень витрую на землю. И в Божьем Слово я вижу, что я витрую на землю и обед. Римляна 8 глава, роман, капиталов, 28 стих, 30 до того, что? Там написано, как он раскрыет. Любящим Господа, качо и бездедомно призванным по его звалению, и все остались в Каблану. Все работают для бенея лори. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Я понимаю, почему Бог упустил войну там, на Украину. Я учитывал, что Господь Богу, а ласать разбор, что украинские есть там, и есть так, что несколько причин. Слава Богу, когда в 2013 году, я приехал миссионером туда в городе Кучаевске. Я приехал в городе Кучаевске. Люди не хотели ничего слышать о том, что Иисусе Христоя. Они не хотели ничего слышать о том, что Иисусе Христоя. Они были достаточно заняты. Они были очень украинские. Они были строители. Они были очень украинские дела. И я ввел оккупательный город. Наш край, это очень гордый коммунистический край. Партия чая для Украины, они очень коммунистичны. И один из дивизов Донбасса заключается в следующем. Донбасс никто не поставит на колени. И один из моторов, которые у Иоанна Рожьевна дакорды есть, исполнял именно в Апуле Донецк, как в пижануре. Знаете, ну на сегодняшний день я вижу, что Бог поставил там вас на колени. И сегодня люди, они обратились к Богу. Сегодня люди, они ищут Бога. И Бог знает, как смирить тех, которые ходят горло. У Бога есть свои методы. У Бога есть силы. У Бога есть мудрость. У Бога есть мудрость. И он делает свое дело. И Он делает свое дело. И он делает свое дело. Смиряет горды людей. Он не смирает за все смирители, за все мандрые. Знаете, как тревога, так да Бога у нас так как. Знаете, как это звучит? Когда приходят проблемы, то люди стримы от Бога. И этот принцип он работает. И принципы он работает. Слава Богу! Слава Богу! Братья и сестры, знаете, и еще есть вот некоторая причина. Братя и сестры, знаете, и еще есть вот некоторая причина. Братя и сестры, я считаю вам причина. Господь, Он через эту войну, Он пробудил церковь. Какой мотив? Потому что Думназел принял в разбор на часа утрезающей бисерикой. Господь, Он обратил внимание церкви, верующих людей. Ну, нас. Да. Думназел отрезал бисерика виной, а какой род? На тех людей, которые погибают сейчас. Что Андреа дад предупредили бисеричей, которые не знают Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя. Я могу вам сказать с уверенностью. За последние два года войны, Бог позволил нам открыть 7 месяцев церквей. Это все церкви состоят из неверующих людей. И в 60-летие, в Бисеристу 70, изглопозили люди, мы крестим, мы крестим, мы пришли в рамках. И снова обратили. И люди не уехали в Тома. Масса людей, они получили годное крещение, они заключили завет в Ужбе. Масса людей, которые прими в готец, в мисионове Дома. Более 200 мисионеров сейчас они трудятся там, на линии фронта. Масса людей, которые трудятся там, на линии фронта. Они подтверждают себя опасности. И все эти, которые живут далеко. Но мы знаем, в кого мы уверовали. Но мы знаем, что мы думаем. И знаете, Бог, Он желает, чтобы его народ был народом любящим. Народом сострадающим. Народом, который идет туда, где боль. Чтобы восстановить разрушенное дьявол. И проводить правду Божию. И проclамировать. Сегодня очень много людей, они не знают Иисуса. И ответственность нас, как церковь. Заключается в том, чтобы проповедовать им Евангелие. Это великое поручение. Которое озвучил Иисус в своей церкви. Оно так же актуально сегодня, как и тогда. Иисус сказал, « liquid деревcloth» что хозяй Igualah см country во рабочем. И вот я с вами во все дни восстанавливание. И говорит с Kon bottle podcast. Иисус сказал경, это передво unravelниками. И они пошли выполняя И были чудеса, были знаменения. Болезни, они уходили. Бесы, они уходили. Бог пророчески говорил сангул народу. Они проповедовали Евангелие. И Бог прилагал чудеса и знаменения. И Апостол Павел ен говорит, небобедителен в славах человеческой мудрости. Болезни не было в них это говорится, и их поведение на суставе человеческой мудрости. Не было бы, не было бы, не духой силы. Так что Евангелие не было распространено. И так как Евангелия, наш Бог, которому мы служим, наш Бог, которому мы поклоняемся, наш Бог, которому мы воспеваем песни, наш Бог, которому принадлежат наши сердца, он не изменился. Его требования не изменилась, его приоритеты не изменилась, и для нашего Господа важно, чтобы души они спасались, чтобы Божий Слово не распространялся, Ничто не может изменять человек, ни люди, ни государство, ни человека, никто не может изменять человек, но только Божий Слово, Ничто не умеет Бог, который живой и действует, который распространялся, который распространялся, который проникает в глубину сердца, и оно изменяет, и душа становится способной общаться с Богом, и умеет мир с Богом, и заеба пачек от Дома Зеу. Господь научил нас и продолжает учить. Дома Зеу не обращает внимание на погибающий мир, Служить людям в красоте сердца. Служим омени в тросимплитате. И в смирение пред Бога. И в смирение от Дома Зеу. Знаете, Бог Он учит нас, как верующих людей, приносить жертву. Служить. 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 И в смирение. Апостол Майвел говорит. Представьте тела вашего жертвы живую. И Апостол Павел спадает, в романе. Адущие тела вашего жертвые. Блакуй-вотную Богу. Блакуй-вотную Богу. Блакуй-вотную Богу, буре святу. Дума Зеу. Блакуй-ва Дома Зеу в служение. Я знаю, всегда, когда Божий народ Он лозит себя в жертву. И я не знаю, когда Думаю, когда Думаю, когда Думаю, когда дают возможность Богу что-то делать. Он дает наста вою Думаю, чтобы он сделает что-то в отца. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Знаете, друзья, еще один момент, по которому Господь допустил так же эти непростые ситуации, войну. Мой председатель, который Дума Зеум, а готовит разбой в Украине. Когда ты каждый день ходишь и вот ты понимаешь, что смерть она где-то близко. Когда ты как раз это выбрешь и шти, что смерть есть оправда около тебя. И ты очень быстро и неожиданно для тебя можешь что-то знать пред Ним. То есть ты шти, я же кончален, и в какой момент после ты делаешь готов. Эта понимание дает вот такое внутреннее состояние, быть на готове, быть в чистоте перед Богом. Эта понимание, как ритуал, из-за того, что ты можешь море в любое время, ты смотришь в любое время в любое время, ты смотришь в любое время в любое время. Очень много сегодня, я могу говорить, очень много сегодня съедает сердца Божьего народа. и он говорит своему народу, будьте святы, потому что я святы. И он сказал его народу, будьте святы потому что я святы. Знаете, большие требования никак же не изменились. И Бог есть тут Бог, который видит сердца каждого из нас. Бог ткал нас, когда мы были во чреве матери. И мы знаем, что от нашего Бога ничего не закрыто. Он сердцеведец. И он желает, чтобы в сердцах его детей была его святость. Была его чистота. Были его желания. Так много сегодня встает на то, чтобы твое и мое сердце не соответствовало Божьему стандарту. Мирская система, которая нас окружает. Система ценностей. Система желаний. Система ценностей. И знаете, сегодня мир говорит, ну все для тебя. Возьми, что ты считаешь, что ты луч's, что нибудь же лучше? Что ты считаешь? Что ты считаешь, что ты не можешь? И иногда, который народ идёт на поводу этого. И Господь, Он не радует за это. Знаете, я хочу прочитать из Евангелия от Луки. Это 3 глава, капитал 3. Мне хотелось бы прочитать из первого стиха. И я хочу прочитать из первого стиха. Когда наше живот правления Тиберия Кесаря, когда помни Пилат начальством Иудеи, и Радон четверовластником Галилеи, Филип братилов Итурей Проханицкой области, Алистани, четверовластником Амиленеи, при первосвященниках Ании Каяфи, было Слово Божие Хирану сыну Захария в пустыне. И мы знаем, что во времена Верховозавета, и мы знаем, что в Верховозавета, Бог не говорил со всеми людьми, и он не жил в сердце каждого человека Духом Святым, но он имел дело со священниками, который был в основном, которые совершали служения им, которые совершали службы, в Тиберии, он говорил в царе, он говорился, что он говорил, что они являлись от видимого знака Божия Суда и Справедливости, которые были в народе, и все гинады, когда Божия народа, отклоняется от истин. И в течение дня, когда Божия народа, Бог поднимал пророка, который говорил его Слово о слабости, и спонял, прокламал Повыту Божию по авторитетам. Но интересно, вот здесь сказано, что Бог, он ничего не сказал священникам. Интересно, что в текстах Божия не сказала пророки, на приоте, Бог ничего не сказал царят, и до этого момента, 400 лет Бог молчал. И еще, по-на-могу, по-на-могу, не было Слова Божьего вообще, никому, по-на-могу, почему Бог молчал? И еще Донезев, а таков. Насли он желает молчать? Оре, Донезев, пророка, садака? Я знаю, что Божия, мастера, она не сократилась, и его ухо не тяжелела. Я знаю, что, орика народа, как и таков, и мертвы, и Монетрия, а таковы, и слабы, и мастера, что за Слова Божию, и Моноробу. Донезев, все-таки, «донозавая, и в состоянии этих людей», и ситуация этих людей, Они не соответствовали Божьему стандарту, они не соответствовали Божьим желаниям и Божьей истине, и Бог не мог им говорить, Богу пришлось поднять пророка совершенно неизвестного человека, и написано было больше слова к нему. Знаешь, Бог всегда найдет человека, и что с чистым сердцем, аминь.